Приветствую вас! Я думаю, что для начала надо бы уточнить, вот вы говорите, да, о том, что как не держать обиды в себе долгое время. Во-первых, что значит не держать обиды? То есть, если вот ваш, грубо говоря, ваш запрос, да, он о том, чтобы не держать в себе обиды. Вот, кто-то вы спрашиваете. Вот, если мы говорим о том, чтобы не держать в себе обиды, да, то как вы хотите их выражать конкретно? Вот конкретно, как вы хотите их выражать? Что конкретно вам хочется? Как конкретно вы хотите их, значит, проявлять, да, и так далее? Как? Конкретно, как вы хотите это делать? Потому что, ну, пока остаться, не знаю, если вы хотите, если вы, в принципе, выдаёте это правильный вектор своим рассуждениям, своим размышлениям. Вот, но не совсем понятно, к чему вы стремитесь, да, не совсем понятно, что вам нужно. То есть, вот, в какой форме выражения обид вы стремитесь, как бы. Дальше. Идём. Обиды, это, как вам правильно, вот, коллега сказал, обиды, это ожидания, это нереализовавшиеся ожидания, точнее, это вот, по сути, ожидания с переложенной ответственностью. Такой получается, то есть, когда человек, вот, ну, перекладывает ожидания, ответственность за ожидания на, собственно, других людей, короче говоря. Вот, и, соответственно, такая вот история. Такая вот история. То есть, вам нужно поработать со своими ожиданиями, вам нужно понять для себя, что вы хотите, понять для себя, что вам нужно, понять для себя, в чём вы нуждаетесь. И после этого, я полагаю, уже можно будет вести речь о том, чтобы учиться адекватно это выражать, учиться адекватно это, ну, как-то вот, демонстрировать. Вот. А, поэтому, вот, эм, такая вот история, в принципе. Это то, что я могу вам, э, сказать. Вот так. Что-то, а, вы сейчас, э, вы сейчас, э, находитесь в, э, такой, э, по виду сюжета, на самом деле. Вот, и, чтобы вам из неё выйти, э, очень желательно, как раз, такие вот, э, с эм, эм, вы справитесь, эм, как раз со своей задачей. Вот. Вы пересеньте, да, пересеньте держать обиду в себе, а просто будете, эм, 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 вот, вот, как-то вот двигаться дальше. Такая вот история. То есть, первый шаг, это понимание своих, эм, проблем, э, значит, понимание своих желаний, э, вот. А, э, второе, это вот, как раз, э, принять личное, именно личное ответственность за то, что вы хотите. В сопротивленном случае, но вы, э, э, так или иначе, э, э, значит, будете обижаться. На, э, ну, на, на, на людей, так или иначе. Так или иначе, вы будете обижаться на, э, тех, кто вас, э, вас окружает, там, да. Они периодически не будут, э, э, удовлетворять, э, э, вашим, э, потребностям. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помогла. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, э, и удачи. До свидания. До свидания. Продолжение следует...